Борис Христенко – выдающийся преподаватель и выпускник Юргу. Он создавал и развивал одну из первых в СССР лабораторию деловых игр и активных методов обучения. В честь его имени проходит ежегодная Олимпиада на протяжении 4 лет для школьников и уже более 15 лет для студентов. География Олимпиады очень широкая, участвуют у нас студенты со всех уголков России, и в этом году в Олимпиаде приняло участие более полутысячи участников. В Российской Олимпиаде по финансам и финансовым рынкам имени Бориса Христенко приняли участие студенты из Челябинска, Москвы, Новосибирска, Томска и других городов. Обучающиеся отличались по возрасту и уровню подготовки. Присутствовали студенты 1, 2, 3 курса, магистранты, а также те, кто не имеет экономического образования. Были интересные вопросы, которые раньше не встречались бы никогда. Было немного сложновато. Учитывая мой бэкграунд, который у меня, собственно, коммунитарный, но экономика меня поглотила, и было очень интересно, и попробовала свои силы. Олимпиада состоит из двух туров. Первый – отборочный, проходящий дистанционно. Второй – финальный, проводимый очно в стенах ЮРГУ. На нем участникам предстояло пройти компьютерное тестирование, а затем решить кейсы с определенными заданиями. Каждому студенту было предложено 4 кейса на выбор по уровням сложности и объемности. Задание рассчитано на 2,5 часа. При этом в финал вышли студенты из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Нижневартовска и других городов. То есть география участников очень широкая. И студенты разных курсов. Есть студенты 3-4 курса, то есть чаще всего все-таки это старшекурсники. Но, тем не менее, это нисколько не мешает талантливым студентам 1 курса принимать участие в Олимпиаде и даже побеждать в ней. На закрытии Олимпиады всем участникам вручили почетные грамоты, выявили призеров и одного победителя. Дипломом третьей степени наградили студенты из Перми Диану Титову. Второе место занял студент из Новосибирска Матвей Хорошилов. Победу в Олимпиаде одержал студент Южноуральского государственного университета Александр Матушкин. Задания интересные. Они не чисто на, так сказать, те знания, которые изучали в УЗИ, но и чуть-чуть на кругозор и логику. Партнером Олимпиады выступило Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Челябинской области. Мы уже не первый год являемся партнерами Олимпиады, которая проводится в Южноуральском государственном университете. И поддерживаем и ребят, и коллектив Южноуральского государственного университета во всех вопросах, которые связаны с Олимпиадой. У нас с Южноуральским госуниверситетом заключено соглашение о сотрудничестве в вопросах повышения финансовой грамотности. И в рамках этого соглашения мы проводим множество мероприятий. Призерам и победителям вручили фирменные призы банка, компьютеры фирмы Huawei. Субтитры создавал DimaTorzok